Среди участников состязания известные политики, общественные деятели, ученые, предприниматели, космонавты. Люди разных профессий, объединяет которых любовь к большому теннису и Крыму, о чем и было заявлено в дивизии состязаний. Мы вернулись домой, в Севастополь родной. Мы будем играть. Я без всякого привлечения хочу сказать, что я и мои товарищи, мы испытываем чувство гордости, находясь здесь на Севастопольской земле. Мы рады, что Крым наш. Мы рады, что все российские граждане могут встречаться здесь вместе без всяких препятствий. Севастопольский турнир проходит в 11 раз. Его организаторы отмечают, что еще до начала строительства моста через Керченский пролив был выстроен по-настоящему прочный теннисный мост между Севастополем и остальной Россией. Его главная функция – сближать берега. В этом году среди участников рекордное количество членов теннисного клуба «Летчиков-космонавтов», среди которых герои Советского Союза и России. Посещение турнира для многих из них – добрая традиция. Можно сказать, охарактеризовать одним словом – это большое счастье. Быть здесь, в Севастополе, сражаться на этом турнире, а потом, самое главное, быть с участником прекрасного, значимого праздника. Всего в турнире «Большая бескозырка-2016» приняли участие 80 теннисистов. Победу праздновали москвичи. Сочинцы стали бронзовыми призерами. Сочинцы приехали сегодня большой командой. Несколько человек принимали участие в играх и, по-моему, довольны тем, что они участвуют в этих мероприятиях. Это тоже для нас большой праздник для сочинцев, для людей, которые живут на Черноморском побережье. Черноморский флот охраняет не только Севастополь и Крым, он охраняет Кавказское побережье России, а значит и город Сочи. И курортный сезон Сочи под охраной военно-морского флота России и Черноморского флота. После церемонии награждения участники и гости турнира традиционно отметили главный праздник города моряков, день военно-морского флота. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.